Студенты факультета химии Владимирского государственного университета сегодня провели необычное занятие. Объектах исследования слабоалкогольный энергетический напиток. Студенты намерены выяснить, какие именно химические процессы происходят в организме человека после употребления смеси из алкоголя и лошадиных доз кофеина и таурина. По мнению химиков, именно таурин, малоизученная аминокислота, постепенно точит организм и через три месяца регулярного употребления полностью меняет белковый обмен веществ. Присоединится новая цепочка из таурина, так что начинает по-другому функционировать этот белок. Поэтому она и опасна. Особенно, что всякие вот эти энергетические напитки, они прежде всего действуют на головной мозг. Поэтому человек уже начинает мыслить по-другому. Может быть поэтому у нас сейчас много-много различных таких агрессивных действий со стороны молодежи. Догадки химиков подтверждают и психологи. Сегодня они четко разделяют обыкновенных алкоголиков и тех людей, кто привык именно к энергетикам. Наиболее опасной, так скажем, наркоманией является полинаркомания. Кофеин – это возбуждающее вещество. Когда мы хотим поработать, нам надо не поспать, мы пьем чашечку кофе. Но алкоголь, он наоборот, притупляет деятельность нашей психики. И смесь этих веществ приводит к тому, что в нашем сознании происходит дисбаланс. Ну, а как следствие уже нервные срывы, напряженность. Необычное поведение тех, кто употребил именно алкоэнергетик, отмечают и в городской полиции. В это трудно поверить, но только в городе Владимире за год через руки полицейских проходит 60 тысяч невменяемых людей, опасных для общества. Каждый второй из них перед этим накачался именно энергетикам. 60 тысяч. 12 тысяч из них проходят через специальный приемник, то есть люди в невменяемом состоянии и которые представляют угрозу реальную обществу нашему городу. Это ужасающие цифры. Стоит отметить, что именно наш регион первым в стране начал борьбу с алкоэнергетиками. Хотя автор заказательной инициативы, депутат Роман Русанов, не скрывает. Он и его коллеги испытывают серьезное сопротивление. Конечно же есть трудности, есть такая ассоциация слабоалкогольных напитков, так называемых, которые активно отстаивают интересы вот этих людей, которые производят и, соответственно, продают алкоэнергетики. И понятно, со своей стороны есть противодействие, заказанные статьи и так далее. По поводу общественного мнения, конечно, изучали. Есть общероссийский опыт, есть опросы, в которых порядка 80% людей категорически за запрет алкоэнергетиков. В любом случае, я думаю, что в ближайшие 3-4 месяца этот вопрос будет урегулирован. И мы очень надеемся, что алкоэнергетики будут запрещены. К лету областной закон в любом случае будет принят, уверены депутаты ЗАГСа Брания. Более того, они готовят аналогичную инициативу и в Государственную Думу. Если федеральные коллеги поддержат владимирских парламентариев, то ягуары и страйки исчезнут со всех прилавков страны. Евгений Локтенов, Александр Мажаров, 6 канал.